Кадровый вопрос на курорте стоит остро. Репутаты-аграрники обеспокоены будущим села. Кто будет выращивать хлеб через несколько лет? Механизаторов осталось практически в Анапе возраст от 45, 50 и выше. Молодых механизаторов ни одного нет. Последние 20-25 лет в городе курорт Анапы мы не подготовили ни одного человека. Среднепрофессиональным учебным заведением курорта поручено подготовить новые обучающие программы. Руководитель Анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышев отметил возрастающий интерес молодежи к специальностям сельскохозяйственной направленности. Именно в этом году повысилось качество поступающих. Именно на эту специальность мы впервые в этом году открыли две группы подготовки по специальности агрономии. Средний балл составил 3,7 по специальности агрономии. Для примеров был 3,6. По технологии бродильных производств и виноделия средний балл аттестата поступающих 4. То есть это достаточно высокий балл. Для сравнения в 2013 году был 3,6. Весной следующего года сельхозтехникум намерен приступить к подготовке востребованных в муниципальном образовании трактористов-машинистов-механизаторов. Депутаты также предложили активнее вести профориентацию среди школьников, пропагандировать рабочие профессии, востребованные на курорте, приучать детей к труду в семье и в школе. Мы должны давать этот поток знаний о рабочих профессиях. Надо как-то донести правильно до родителей, до детей именно значимость этих профессий, чтобы они понимали, что столярное дело, оно выгодно в жизни. Управлению образования рекомендовали вернуться к созданию в школах элективных курсов, кружковой деятельности для предпрофессиональной подготовки, разработать в этих целях структуру сетевого взаимодействия с предприятиями и со средними профессиональными образовательными учреждениями. Еще один важный вопрос повестки – подготовка анапских районных электрических сетей к эксплуатации в осенне-зимний период. Энергетики заверили о стопроцентной готовности и сетей, и аварийных бригад. Тем не менее, депутаты поручили анапскому участку районных распределительных сетей совместно с администрацией курорта разработать план мероприятий по улучшению качества энергоснабжения. В зимний период снабжение электроэнергии сельских населенных пунктов должно быть стабильным.